Итак, с вами опять Философский Шторм, свободный и независимый проект, а также свободная радио Абимута. Я извиняюсь, но просто свободная радио Абимута настолько свободная, а Философский Шторм настолько независимый проект, что мы пользуемся безусловно бесплатным программным обеспечением, и это бесплатное программное обеспечение позволяет записывать не более 15 минут. Поэтому мы вынуждены прикрываться, и вот сейчас мы продолжим обсуждать эксперимент Пахомова. Значит, я остановился на том, что у нас здесь произошло некоторое превышение произведенного поступления с потраченной, без всякой смеси, без всякой ядерной реакции на 7, 6, 3%. Это объясняется тем, что пар, который очень высокоэнергетичен, потому что установка очень горячая, порядка 1500 градусов Цельсия, то этот пар, значит, он захватывает с собой часть воды и ее выносит. За счет этого объясняется подобного рода коэффициент. Мы видим, что с этой точки зрения качественно эксперимент нам дает солидное превышение, вот 2,74 сотых приблизительно, под вот этим выносом воды вместе с горячим паром. Вот так. Значит, поехали дальше. Значит, существует очень важная проблема неконтролируемого алкогольных переговоров. Скорее всего, именно тем и объясняется, что когда Россий первый раз показал собственный проект, он не всегда стабильно работал. И на это потребовалось на устранение его больше двух лет. Ну вот, Александр Георгиевич тоже, я вижу, этим занимается, и вот показал, как это происходит, как происходит улучшение вот этой маленькой трубочки. Вот. Вот они, эта трубочка уже в разобранном состоянии. Значит, давайте подведем некоторые выводы. Значит, это устройство, оно потребляет энергию больше, ой, оно производит энергию больше, чем потребляет. Значит, еще раз повторяю. Эксперимент Пархомова, это очень медленный, ну, такой, не эксперимент, который, если бы он был один, и о нем нельзя было поговорить как образцы реакции левых. Значит, ступенька объясняется испарением лития. Накрывание может объясняться поглощением водорода, то есть деталируемым никеля. И здесь нет никакого потока нейтронов. Ну, самое важное, произошли у нас какие-то ядерные превращения. Оказывается, что предварительные данные говорят, что никаких ядерных, то есть изотопных превращений там не произошло. Эти образцы давали, рассматривались уже, и получается, что никакого нарушения изотопов никеля, изотопов лития там не происходит. Хочется заметить, что люди, которые брали, ну, в изложении господина Урецкаева, люди, которые брали опробу, обратили внимание на то, что очень плохо растворяются у нас результаты реакции, то есть наши зала, которые здесь получились. Ну, в этом опять нет ничего удивительного, не в том, что она плохо растворяется, а в том, что из-за тут новой смены не произошло, потому что РОСИ эксперимент шел 32 дня, 24 часа, а здесь эксперимент шел порядка одного часа. После этого установка перегорала. Вот. Ну, с другой стороны, бы его очень хотелось. И совершенно правильно было замечено участниками конференции. Именно сейчас на Пахома Александра Георгиевича лежит большая ответственность. Потому что мы все помним, как некие предварительные данные у флэшмана импорса, у которых установка проработала, а то не работала, они послужили предлогом для нашего термоядерного, в основном американского начальства. Признать этот эксперимент недействительным и наложить гласный и негласный запрет на все исследования, связанные с холодным ядерным синтезом. И вот он уже четверть века, холодный ядерный синтез получил статус некого маргинального направления. Здесь ситуация, конечно, принципиально отличается. Во-первых, потому что дело дошло, что это маргинальное направление развилось до такой степени, что речь идет уже о промышленных образцах, хотя и у него не в реакторе Пахомова. Здесь, конечно, очень много, а вот именно то, что касается реактора РОСИ, очень много странного. Но первое, что я хотел бы заметить, это то, что нам предложено два эксперимента. В одном происходит изменение изотопного состава нителя, а во втором у нас нител почему-то переходит в основном нителе. Что странно. В-третьих, кроме плохого возреждения, не знаю, чтобы еще кому-то удался этот эксперимент повторить. Была такая группа Девкалеон, которые говорили, что ему удалось разгадать секрет РОСИ, но вот она, от ней уже ничего не слышно, не видно, и никто ни о чем теперь уже больше есть там и не разговаривает. Ага, она неплохо финансировалась в Канаде, и у них были финансовые возможности исследовательской лаборатории в миллион раз, наверное, превосходящие возможности Александра Георгиевича. Вот. Поэтому здесь как бы так очень важно ничего-нибудь не навредить, то есть не сказать, что здесь происходит. Конечно, если удалось достать залу РОСИ или получить бы у Паховова изменение затупного состава никеля и лития, то было бы интересно посмотреть не только самые изменения затупного состава, но и порядок, который там существует. Смотрится он, разумеется, нейтронами. То есть посмотреть, как упорядоченные или неупорядоченные ядерные магнитные моменты не существует ли где-то какого-нибудь другого порядка, типа какого-другого, и прочее, и прочее, и прочее. Но это дело тоже дефицитное, требует времени реактора. Вот у нас, например, в Гачин. За этим реактором на нейтронное исследование стоит большая очередь, и вряд ли мы об этом узнаем в ближайшее время. Вот так. И с одной стороны выводы и достаточно радостные, а с другой стороны почему-то у меня как бы последний доклад уменьшилось количество оптимизма немножко. Почему-то. Ну, понятно, что ничего не понятно. Вот. Понятно, надо же со всем этим делом разбираться. Вполне возможно, что действительно идет какая-то странная реакция, а изменение зарывного состава – это всего лишь побочный продукт. Ну, подобно тому, как мы вот, например, при диетерировании титана, вот мы там более-менее хорошо понимаем, что там происходит, там происходит прямое образование геля-4, а то, что там идет некоторое изменение и смещение изотопной структуры, то это всего лишь побочный продукт. Потому что помимо главного канала, связанного с гелия-4, у нас идет образование И-3, да, со свободным протоном, летающим этих исторической решетки. И самое главное – гелия-3, когда он свободным оказывается, с нейтром, который опять по этой решетке летает и присоединяется, кому не помню. Вот там хоть более-менее понятно. Вот здесь, на сегодня же день, не очень понятно. Тем более, что у нас происходит H658 изотопа нити, и снова же 64. Идет присоединение 4-х нейтром, что опять-таки странно. Вот так. Спасибо большое за внимание. С вами была «Свободная радио Альбимота» и проект «Философский Штом». А также Данилов Игорь Юрьевич. Вот так. Стоп.